Здравствуйте! Мы с моей доченькой проходим лечение в онкологическом отделении больницы номер один города Владивостока. Но мы не унываем, мы верим в чудеса, потому что знаем, что они сбываются. И мы уверены и обещаем вам, что вы тоже поверите в чудеса, если придете на наш благотворительный концерт «Джек Воробей и его друзья». Под аккомпанемент симфонического оркестра Приморской краевой филармонии мы презентуем для вас песню под названием «Сохрани жизнь», созданную специально для фонда моими друзьями, за что им огромное спасибо. И я лично ее исполню вместе с артистами для вас. Сдать кровь, сделать благотворительный взнос, провести просветительскую работу. Более чем в 40 странах мира в течение нескольких дней проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню детей больных онкологией, который ежегодно отмечают 15 февраля. Цель привлечь внимание общества к проблеме. Детский благотворительный концерт «Джек Воробей и его друзья» состоится на сцене Приморской филармонии 17 февраля. Часть собранных на нем средств пойдет в помощь подопечным фонда «Сохрани жизнь». Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Здравствуйте, Светлана. Добрый день. И Юлия Дворцова, мама Нелли Абрамовой, подопечная фонда «Сохрани жизнь» и автор идеи и исполнитель песни «Сохрани жизнь». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Анна. Наверное, для начала попрошу вас рассказать свою историю. Обращусь к Юле. Юль, расскажите, как ваша работа с фондом «Сохрани жизнь» началась. Очень интересно услышать вашу историю. Я думаю, начать стоит с того, что музыкой я занималась всю жизнь. Музыка моя была и дома, и на работе. В общем, с утра до вечера у меня звучала музыка и в душе, и вокруг. И так получилось, что как-то полтора года назад я увидела случайное объявление, что благотворительный фонд «Сохрани жизнь» делает мероприятие, и требуется девочка-вокалистка, которая должна спеть для деток, для онкобольных деток. И я решила откликнуться. Я позвонила, и меня пригласили на мероприятие. И с этого момента началась моя бурная творческая жизнь в фонде «Сохрани жизнь». Почти на каждом мероприятии я выступала. И вот. Мне кажется, Юля на всех мероприятиях со своим таким вот голосом и открытостью. И мы всегда были рады видеть Юлю, слышать. Юля всегда на наших мероприятиях, за что мы ей тоже всегда были благодарны. Всегда помогала, да? Да, всегда помогала. Творчество – это тоже помощь. Конечно, безусловно. Как же без него никуда. И наш концерт, который будет состояться 17 февраля, тому доказательство. И как раз на этом концерте, о котором мы сегодня будем говорить, вы, Юля, исполните песню, автором идеи которой являетесь. Расскажите об этой песне и историю ее создания. История создания песни была такова. Так получилось, что полгода назад, в прошлом году, моя дочь стала пациенткой онкологического отделения 1-й городской больницы города Владивостока. И, наверное, месяца два я была по ту сторону нашей реальной жизни. То есть я находилась в стенах больницы и была отдана только своей доченьке. И не понимала, что происходит вокруг. То есть я полностью отреклась от того мира, который был за пределами больницы. И так как над нами работали психологи, благотворительный фонд «Сохрани жизнь» устраивал для нас мероприятия. И я помню такие слова наших врачей, которые на собеседовании были, когда я только узнала о диагнозе. Врач мне сказал, плакать — иди в конец коридора, а в палату заходи с улыбкой. И когда мне пришло осознание, я поняла, что нужно жить, нужно улыбаться, нужно вдохновлять наших детей, потому что они такие же обычные дети, которые хотят жить обычной жизнью. И так как с нами работали и психологи, и фонд, я заметила, что когда доченька моя попала, она была, ну, ей было больно, ей было тяжело, она не могла привыкнуть к этой жизни. И с помощью мероприятий, которые проводились, она поняла, что жизнь-то есть, то есть нужно улыбаться, нужно, как говорится, и я ей помогала своей улыбкой, своим отношением, потому что моя дочь тоже занималась и вокалом, и танцами, и творчеством. И как так без этого? Музыка ведь — это жизнь, любовь к музыке. Как говорят, что музыка, она излечивает. Вот, допустим, когда депрессия, когда плохое настроение, люди слушают музыку, и она помогает. И мы с ней начали немного приобщаться к этой творческой жизни. И в один прекрасный момент вечером я думаю, а как так? У меня была, то есть у нас жизнь разделилась на до и после, да? То есть эти два месяца, как будто бы жизнь после. Надо возвращаться к той жизни, которая была до, потому что это тоже жизнь, и нужно смотреть на мир светлыми творческими глазами. И вот я в один прекрасный момент села и решила, пела я за этот фонд, я помогала деткам, и ведь оно всё было в пользу. А не написать ли мне песню? А не показать ли эту жизнь, которая у нас в больнице, но именно с той мотивацией, что мы пытаемся сохранить жизнь. То есть мы боремся, и мы это всё преодолеем, и я уверена, что всё будет хорошо. И как-то так у меня столько много мыслей было, столько много слов, и не понаслышке я узнала об онкологии уже, то есть я стала в этом мире крутиться. И много было составлено текста, и я просто вспомнила, что у меня есть творческие коллеги, которые могут мне это всё помочь реализовать. Было сложно структурировать, да? Да, структурировать. Потому что очень много. Там, наверное, текст был на 10 песен вместо одной, потому что я не могла выложить в одной всё. Это была бы очень либо долгая песня, либо много песен было бы. И я обратилась к своей коллеге, зовут её Анна Кокорина, которая составила грамотный текст, написала музыку. Когда она мне прислала эту запись, у меня настолько было переполнено эмоцией, что вот они, эти слова, которые я хотела донести до людей, которые на самом деле, что оно есть и что оно и происходит. То есть там есть даже такие слова «сохрани жизнь». Это смысл простой. Сохрани жизнь. И так получилось, что Светлане Александровне, я дала послушать, она тоже говорит, «Юля, у меня переполняют эмоции, у меня слёзы на глазах, но слёзы не печали, а слёзы именно от того, что всё внутри бурлит, всё внутри кипит». Это да, это те слова, которые люди должны слышать, которые должны знать, что не всё так печально, что мы сможем, мы преодолеем, мы это сделаем. И получается так, что вот скоро у нас презентация песни «Сохрани жизнь», которая состоится 17 февраля в Приморской краевой филармонии. Мы первый раз вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром под руководством Анатолия Смирнова, кстати, очень замечательный человек, когда я пришла на репетицию, он так встретил. Он меня поблагодарил и даже сказал такие слова, хочу похвастаться, что вы очень красиво поёте, и нам очень понравилась эта песня. Он написал оркестровую аранжировку на эту песню. И вот на репетициях, когда я услышала, боже, как это красиво, как это всё под оркестр, и куча эмоций было. И вот у нас уже прошло две репетиции, и в это воскресенье, 17 февраля, у нас будет презентация, первая презентация нашей песни. Ну, ждём с нетерпением, потому что это стоит услышать. Да, я хочу рассказать о том, что какая Неля на самом деле творческая. И в отделении, когда что-то происходит, какие-то мероприятия, самая активная, это, конечно, у нас Нелька, потому что мама активная. И мне очень нравится, когда всё-таки наши мамы и вместе с ними дети не уходят в этот стресс, а находят в себе силы. Конечно, мы для этого и существуем. Наш фонд, психолог у нас замечательный, Анастасия, врачи, которые стараются вывести родителей из вот этого состояния. Конечно, первый раз, когда ты узнаёшь, и это нормальная реакция организма, о том, что надо выплакаться, нужно подумать, ты перебываешь в какой-то простракции. Да, это нормальная ситуация и отклик организма. Но затягивать в таком состоянии нахождения нельзя. И мы стараемся как можно быстрее выводить. И когда Юля сказала, Свет, я вот хочу, я так обрадовалась, потому что мы с Юлей периодически общались, я видела, как ей плохо, как ей тяжело. Но не всегда могла, конечно, возможно, и поддержать, так как тоже очень много дел, и фондом надо заниматься. Но тем не менее, я говорила, Юль, давай, давай петь. Ты должна выйти из этого состояния через своё творчество. Оно тебе поможет. Вот, собственно, я очень рада, о том, что так и есть. Я вижу, как сейчас Юля в процессе вот этого концерта, причём я хочу поблагодарить вообще всех. То есть я, когда услышала эту песню, говорю, всё, Юль, первый раз ты мне прислала до Нового года. Я говорю, немножечко подождём. У нас будет 15 февраля, и мы сделаем 15 февраля на Международный день детской онкологии презентацию этой песни. Как раз есть время подготовиться. Но, собственно, я не знала, как и где найти площадку для того, чтобы реализовать и красиво эту песню подать, преподнести как-то, чтобы это было ярко и мощно. Чтобы как можно больше людей её услышали. Как можно больше людей услышали, да. Конечно, чтобы привлечь как-то внимание к этой песне, и вообще о том, что есть такая история, что Юля, собственно, сама песню создала, да. Конечно, помогали, и огромное спасибо ребятам, которые помогли в создании этой песни. Вот. И так получилось, что я всегда говорю о том, что вот посылаешь мысли в космос, просишь, да, что я не знаю, какие идеи, но я точно Юле написала, Юль, всё, будет концерт, держись, ты будешь звездой, сможешь, ну, получится у тебя, понятно, что всё непросто. Она сказала, смогу. Я говорю, ну, всё. Значит, начинаем работать, серьёзно работать. И тут получилось, что знакомая Татьяна предложила пообщаться с филармонией, и большую благодарность директору филармонии за то, что они предложили вот такой вариант совместного концерта благотворительного. То есть у них уже была программа, собственно, но мы её адаптировали и сделали более интересной программа, скажем так, семейная. Будет интересна и детям от 6 лет, и взрослым, то есть будет играть симфонический оркестр, будут звучать, помимо нашей песни, презентация песни «Сохрани жизнь», да, будут ещё и музыкальные фрагменты из кинофильмов, известных, «Человек, пау», «Гарри Поттер», ну, и различные ещё композиции, то есть всем известные, и будет звучать оркестр, и дополнительно будет идти на заднем плане, собственно, сам фильм, на который будет звучать музыка. Будет очень интересно. Также у нас примут участие, у нас будет настоящий Джек Воробей, и Гарри Поттер. Любимые персонажи, да. Любимые персонажи, которые будут показывать, что музыка открывает души к добру, к милосердию. У нас Джек Воробей вначале будет заколдованным, исчёрствым сердцем, а, конечно же, в конце всё будет замечательно, сердце его растает, и он даже преподнесёт частичку своего сердца нашим детям, которые смогут поприсутствовать на концерте, они поднимутся на сцену, и будут даже в числе детей, те дети, которые смогли победить онкологию, которые уже продолжительный период времени не принимают лекарства. Конечно, они на контроле, но они живут полноценной жизнью. У нас будет Алина, которая поёт в хоре, и перед началом мероприятия в филармонии развернётся тоже такая активность, съёмка импровизированного музыкального фильма, то есть будут яркие фотозоны. И вот этот кинофильм, мы постараемся, чтобы каждый принял участие в такой импровизации съёмки. Будет играть, вернее, исполнять хор, в который Алина наша бывшая подопечная фонда, и также она сейчас себя пробует в роли журналиста. И я, знаете, надеюсь на то, что в вашей программе Алина появится и проведёт как-нибудь вот эту передачу. Мы с удовольствием поможем Алине, я думаю, это будет замечательным подарком. Ну вот она мероприятие, она будет, собственно, журналистам задавать вопросы. С какой целью люди пришли? Нравится им концерт? Не нравится? Также будет возможность, конечно же, пофотографироваться с Гарри Поттером, Джеком Воробьём, ещё очень много различных персонажей Голливуда, почувствовать себя звёздами Голливуда, оставить, конечно же, благотворительные пожертвования, помощь нашим детям. Светлана, я вот хочу сейчас как раз остановиться на этом. Нам необходимо сделать небольшую паузу, прерваться на рекламу. И я как раз хотела задать вопрос по поводу пожертвований. Об этом мы узнаем чуть позже. Мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Светлана, я вас немножечко даже перебила в первой части нашей программы. В конце мы остановились на том, что на концерте, это, собственно, на благотворительном, можно сделать, будет пожертвование. Как это сделать, и как это будет происходить? Расскажите, пожалуйста. Перед концертом будут у нас представлены точки с различными сувенирами. Сувенирами, во-первых, сделанными руками наших детей из отделения онкологии. Очень трепетно делают. И вот, собственно, Юля принимает участие со своей дочкой в изготовлении. Юля везде успевает сребить участие. Юля, какая вы молодец. И видно, как они вкладывают душу, потому что это таким образом благодарность и спасибо тем людям, которые помогают, верят вместе с нами и борются с сохранением жизни наших детей, для того, чтобы они могли продолжить полноценно свою жизнь, рожать детей, работать, вести с вами, как мы с вами, полноценную жизнь. Также у нас перед мероприятием будет благотворительная лотерея, в которой тоже можно за пожертвования принять участие. И спасибо тем спонсорам, которые откликнулись, и лотерею можно будет получить призы. Это различные подарки и билеты в кино, и сертификаты. Поэтому приходите, будет очень интересно и очень, мне кажется, и трогательно, и культурно обогатитесь, потому что, собственно, у нас год, год театра, не просто так, все у нас, все звезды складываются в один пазл, не случайно. Ну и, конечно же, можно помочь нашим детям и родителям, собственно, потому что это тоже поддержка, как вот Юля говорила, о том, что эмоционально мы проводим, поддерживаем, проводя различные мероприятия. Для этого тоже нужно, конечно же, нам и средства, и артисты, и площадки для того, чтобы где-то провести мероприятие масштабное. Поэтому у нас проходят различные акции. Вот одна из последних акций, которую мы муссируем и постоянно о ней говорим, это акции регулярной пожертвования. Для нас очень важно, для нашего фонда, так как все-таки мы работаем с такой болезнью, как онкология, онкология это непредвиденная ситуация, нестандартная ситуация, очень срочно, нужно, например, ребенка отправить в центральную часть России для того, чтобы пройти то или иное обследование, либо операцию и еще что-то, того, чего нет, к сожалению, пока у нас здесь во Владивостоке. Вот, поэтому не всегда государство может обеспечить, несмотря на то, что детская онкология, ну, я не знаю, 90% обеспечивает и дает лечение бесплатно именно от нашего государства, есть нестандартные случаи, когда в пятницу приходит вызов о том, что в понедельник должен быть ребенок уже в Москве, конечно, нет возможности пройти перечень документов собрать для того, чтобы полететь бесплатно. Здесь, конечно же, наш фонд дает руку поддержки и помощи вот в виде всех благотворителей, людей обычных, даже бабушки нам помогают и для того, чтобы наши дети могли получить быструю, квалифицированную помощь. И, конечно, нам нужна некая подушка безопасности для того, чтобы когда срочно нам что-то непредвиденное понадобилось, либо лекарство, которое, к сожалению, там не вошло по тем или иным причинам, бесплатный перечень медикаментов, либо вот перелеты, даже памперсы нам срочно нужны, а у нас нет в данный момент того или иного размера, мы срочно бежим покупать. Также анализы, сдача крови, перевоз анализов тоже в Москву для того, чтобы там сделали тот или иной анализ. И мы пришли к выводу о том, чтобы нам не бегать вот с такими вот глазами о том, что вот сейчас срочно нам нужна помощь, ее негде взять. Нам нужна вот эта некая подушка безопасности и поэтому мы призываем всех людей к регулярным пожертвованиям. Что это такое? Вы заходите на сайт «Сохрани жизнь». Прямо набираете в поисковике «Сохрани жизнь Владивосток» и сразу первым выпадает наш сайт. Заходите на сайт, есть раздел «Регулярные пожертвования» или «Как помочь». И буквально три минуты вы вносите свои данные, данные карточки и у вас будет ежемесячно списываться для вас комфортная сумма. Собственно, как сейчас, так как мы живем все-таки в современном мире и очень многие пользуются автоматическим платежом либо списанием за кварплату, свет и так далее. Это очень удобно, не нужно стоять в очереди, ходить, что-то делать или набирать какие-то данные. Да, я хочу также подчеркнуть, что вот вы сказали, что любую комфортную сумму, это может быть даже 10 рублей. От 10 рублей, нет, ну минимальная 10 рублей, да, минимальная 10 рублей и до бесконечности, конечно. но не нужно стесняться даже такую сумму. Конечно, не нужно стесняться. Потому что любая сумма имеет значение. Светлана, у нас остается буквально немного времени, но у нас накануне дня борьбы с детской онкологией я бы хотела также обсудить один момент, очень важный, это типирование. Да. Нельзя об этом сказать сегодня. Мы очень долго и много шли к тому, чтобы у нас в Владивостоке наконец-то была сдача крови, на типирование, и человек попал в базу доноров, которые могут потом, когда совпадут данные генетические, помочь спасти жизнь не только ребенка, а собственно вообще любого человека, кому нужна пересадка костного мозга. То есть получается, буквально люди от 18 до 45 лет могут прийти в компанию Invitro, партизанский проспект 40 и с 9 до до 18 часов, даже в выходные дни прийти и спокойно сдать кровь, абсолютно, там, по-моему, занимает минут 10 максимум, и ваши данные попадают в базу, и они хранятся, пока не понадобятся, может быть, не понадобятся вообще. Может быть, когда-то совпадут данные, и вам позвонят, и предложат стать донором. Тоже сейчас все современное. То есть сам человек, который становится донором костного мозга, абсолютно безболезненно все проходит и восстанавливается там день-два и, собственно, все. Поэтому для нас это очень важный шаг и прорыв, потому что у нас есть в отделении дети, которые ждут, собственно, когда попадется донор, совпадет и будет пересадка костного мозга. И это спасает очень многим жизни. Поэтому Владивосток наконец-то присоединился, и мы всех призываем приходить издавать кровь. Возможно, это будет таким спасением какого-то жизни. Еще раз, это компания «Инвитро», «Партизанский проспект 40». Если возникнут вопросы, можно, собственно, позвонить на мой номер телефона 7-914-706-76-57 и задать уточняющие вопросы, и я подскажу и направлю куда. Ну, либо вопросы по фонду, либо как помочь, либо как издать кровь. У нас будут еще акции по крови, мы будем рассказывать более плотно и более понятно для всех. Я думаю, что у нас еще будет время, но уже можно приходить, приглашаем. И, конечно же, 17 февраля. Мы всех ждем, потому что очень переживаем. Подготовка идет мощная. Ну, и вот Юля на всех, собственно, репетициях была и говорит, что очень здорово получается. Мы переживаем. Я думаю, что вообще для Юли и для всех участников этого замечательного события, очень нужного, будет, наверное, лучшим подарком в этот день такая мощная поддержка зрителей, которые придут, подарят свои положительные эмоции, эту положительную волну, которую дарит всем Юлия. Я поражаюсь вашему количеству энергии, вашим силам. Спасибо. Пусть их будет еще больше, пусть ваша энергия никогда не иссякает. И вам, Светлана, и вам, Юлия, я, конечно же, хочу, наверное, накануне этого дня пожелать самого главного. Это огромного здоровья вашим детям. Пусть они выздоравливают, пусть они живут полной жизнью. Я хотела еще дополнить, у нас есть замечательные слова, хотела их процитировать, что семья и друзья это самые крепкие стены, и ни пули сквозь них, ни стрелы не пробьются уже никогда. А я, в свою очередь, хотела бы подарить подарки от нашего фонда, собственно, вам, Анна, и всему вашему коллективу. Это вот такие вот замечательные календарик с фотографией наших детей и их рисунков. Собственно, как раз на фотографии Неля, дочка Юли, носочки от фабрики Вернит с нашим логотипом, магнитик, чтобы с таким вот символичным названием спасибо, ну и, конечно же, билеты на наш концерт, приходите, будем очень ждать и, собственно, получить обратную связь очень хотелось бы. Светлана, Юлия, огромное вам спасибо за подарки и, конечно, в первую очередь спасибо за то, что вы делаете, за эту огромную, серьезную, добрейшую работу. Продолжайте в том же духе и спасибо, конечно же, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Здоровья всем. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Новый рассвет Заработать нельзя и украсть его, но зато его можно дарить. Помощь предложит тысячи рук, заботой согреет сотни сердец, молитву прошепчет тысячи губ. Тебе слышишь? Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл. Такой глупой и простой. Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл того, что делаем мы с тобой. Жизнь. Сила любви Это самое главное чудо, Ты взлетаешь с ней, как с парашютом, Это крылья твои, лети. Семья и друзья Это самые крепкие стены, И ни пули сквозь них, ни стрелы, не поранят уже тебя. И мы стоим Плечо к плечу, И мы стоим В руках, в руке, Ты не один. Я прокричу Тебе Слышишь? Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл такой глубокий и простой. Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл того, что делаем мы с тобой. Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл такой глубокий и простой. Жизнь, сохрани жизнь, в этом весь смысл того, что делаем мы с тобой. Жизнь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok